Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Многострадальная 13-я поликлиника. Наконец переедет в новое здание. Губернатор приинспектировал железнодорожный район Самары. Спорт добрался до окраин города. В Зубчининовке в сентябре откроют первый фок. Родители призвали быть бдительнее. В Самаре учустили случай падения детей из окон. Не минута покоя. Жители улицы Тракторная жалуются на шум от проезжающих мимо грузовиков. Выборы все ближе. Облсберком провел жеребьевку среди партий. Для жителей железнодорожного района Самары в ближайшее время может решиться одна из самых больных проблем. 13-я поликлиника переедет в новое здание. Проработать с вопросом подготовки помещения, в котором предполагается разместить больницу, поручил Николай Меркушкин. Нынешнее состояние учреждения он оценил как, цитата, «прошлый век в медицине». Кроме того, решение будет принято по всем проблемам, озвученным на встрече с жителями железнодорожного и советского районов. Репортаж Олега Зверева. Поликлиника номер 13 железнодорожного района Самары произвела не самые лучшие впечатления не только на посетителей, но и на Николая Меркушкина. Учреждение разбросано по 17 зданий. В большинстве случаев это первые этажи жилых домов. Врачи, специалисты по узким направлениям работают, но пациенты об этом порой даже не знают. Все морально устарело. Стандарты из прошлого века. Пожарники пропускают? Это сертифицированный пластик. Пока пропускают. В каком же году делаешься? В 2007-е. 10 лет назад? Да. Что еще? Двери меняли? Двери меняли, а перегородки вот эти были установлены. Поликлиника действительно больное место в железнодорожном районе. Но выход есть. Все отделения могут переехать в одно здание, которое будет оборудовано по самым современным стандартам. Помещение будет предоставлено на основе государственного частного партнерства. Вот, Николай Иванович, наша красота, наш дворец, о котором мы все-таки долго мечтали. Дом у нас постройки 68-го года. Дом у нас не панельный, а блочный. То есть межпанельных швов очень много. И потеря большая была тепла. А это уже дом по адресу Мяги-6. Дворцом жители называют стандартную хрущевку после капитального ремонта. Это раньше здесь была большая потеря тепла. Теперь, по словам жителей, дом, построенный 48 лет назад, получил вторую жизнь. А вот качество ремонта при домовых въездах вызывает множество нареканий. Нарушена технология укладки асфальта, уже появились трещины. Что же касается бордюрного камня, то он уже почти развалился. Николай Меркушкин поручил уже на следующий день подготовить документы по подрядной организации, чтобы привлечь учредителей к ответственности. Сегодня в Самаре настало время массового строительства. Город будут приводить к стандартам европейской столицы. Об этом речь шла на встрече Николая Меркушкина с жителями железнодорожного и советского районов. Сегодня у региона есть шанс провести как можно больше представителей федеральные органы власти. А значит и получить весомую поддержку из центра, в том числе и финансовую. Для жителей города сегодня важно проявить сплоченность и подтвердить свою гражданскую позицию на выборах 18 сентября. Здесь в советское время была создана такая мощность и такая была элита продвинутая, что если все это направить на созидательное русло, если мы будем одной командой по-настоящему, то у нас может команда получиться очень и очень сильной и эффективной, и мы можем на самом деле очень много сделать. Но это зависит от каждого из вас. На встрече присутствовала Марина Седухина. Она обсудила с Николаем Меркушкиным вопросы, которые получила в наказ избирателей. Прекрасно видим, что сейчас идут большими активными темпами строительства автомагистралей, но вместе с тем состояние внутриквартальных дорог, конечно, желает оставлять лучшего. Поэтому мы вот с жителем здесь подготовили к вам обращение. Если будет такая у вас возможность, окажите, пожалуйста, нам содействие по ремонту внутриквартальных дорог. Адреса мы подготовили. Соберите всю информацию, всю, и потом возьмете вы на контроль, мы шаг за шагом все это будем делать. Это была, пожалуй, самая масштабная встреча. В зале больше двух тысяч человек. Таковы возможности нового спорткомплекса «Молодежный». Долгое время подобных объектов не строилось. Но за последние годы в городе и области появились десятки стадионов, бассейнов и ледовых дворцов. Жители это видят и ценят. Низкий поклон за то, что сейчас у нас преобразуется в Самаре. Очень хорошие парки стали, зоны отдыха. Спасибо вам за отремонтированную набережью. Низкий вам поклон за ваш труд. Набережду еще продолжены монтировать. А программа «Максимум» – возродить возможности региона, промышленного центра России, которому по силам решить любые задачи. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Спорт приходит в Зубчининовку. В поселке готовится к открытию. Первый и пока единственный физкультурно-оздоровительный комплекс строит с нуля. Его начали осенью прошлого года. И вот уже в сентябре он готов открыть двери своим посетителям. Каких условиях будут заниматься спортсмены в Зубчининовке, увидела Марина Матвейшина. Месяц до открытия физкультурно-оздоровительный центр в Зубчининовке готовится принять юных спортсменов. Это один из немногих спортивных объектов, построенных в поселке. И от этого очень долгожданный и необходимый. Особенно Зубчининовку, то есть это такой район, вот понимаете, здесь очень много талантливых детей, но детям очень далеко ездить в центр города, а тут все на месте. Комплекс включает в себя крытый многофункциональный спортзал, душевые, раздевалки и медицинский кабинет. Занятия для детей здесь будут бесплатными. Глава города Олег Фурсов проверил темпы и качество строительных работ. Спортивный комплекс не должен разочаровать жителей. Плюс здесь очень много детей, которые учатся, то есть хотят заниматься футболом. То есть это один из самых маленьких видов. Ну а пропускная способность какая? Сколько человек здесь может тренироваться? Одновременно? Около пятидесяти. Около пятидесяти. Строительство комплекса стартовало в октябре 2015-го. Место выбрано не случайно. Территория принадлежит школе. Раньше здесь находились заброшенные сады. Меньше чем за год строители возвели современные спортивные сооружения. Объект в такой конструкции был выбран не случайно. Это так называемая быстро возводимая конструкция, построенная по типовому проекту, который неоднократно уже применялся на территории Российской Федерации. Заниматься в спортзале можно и летом, и зимой. В холодное время зал будет отапливаться с помощью специально построенной для него котельной. Круглый год можно использовать и уличную площадку. Летом здесь будет футбольное поле, а зимой зальют каток. Здесь все для этого предназначено. И можно будет кататься на коньках или играть в хоккей. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. До конца года в Самаре откроют еще один спортивный объект. В Куйбышевском районе ремонтируют стадион «Нефтяник». В планах обновить инфраструктуру, освещение и покрытие поля. Когда на стадионе пройдут первые соревнования, узнала Лариса Шалафаст. Стадион на улице Стадионная в Куйбышевском районе скоро снова станет излюбленным местом для фанатов спорта. Работы идут полным ходом. Старое оборудование уже демонтировали, теперь оно отправится на металлолом. Вместо него на стадионе появятся новые современные трибуны на тысячу мест. На стадионе уже провели ревизию дренажной системы, которая позволит отводить излишние грунтовые воды в контейнеры. Скоро территорию покроют специальной пленкой, песком и щебнем. Потом уложат искусственное покрытие и установят оборудование. На сегодняшний день основание поля уже готово. Лабораторию грунтовую взяли, она проходит. Соответственно, после завтрашнего дня начинаем завозить песок. И непосредственно сам пирог поля, устройство поля. Реконструировать «Нефтяник» начали еще три года назад. Но работа подрядчика вызвала много нареканий. Неправильно был выполнен ремонт дренажной системы и коммуникаций. В служебном корпусе некачественные полы, отсутствует вентиляция. После проверки городские власти приняли решение некачественную работу не оплачивать. Контракт был расторгнут. Сейчас на площадке работает другая компания. Мы настраиваем подрядчиков на качественное проведение работ. Знаем требования губернатора, знаем ожидания людей, самарцев. Поэтому это принципиальнейший вопрос. Качество и сроки. В проекте капитальный ремонт трибун, хоккейной коробки, баскетбольной площадки, ремонт беговых дорожек, устройство ограждения и системы освещения. Обновленный стадион будет соответствовать всем современным стандартам. Завершить ремонт подрядчики планируют уже этой осенью. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Опять с 35. Столбик термометра в Самаре снова движется вверх. В ближайшую неделю нас ждет повышение температуры. А значит пляжи по-прежнему останутся самым популярным местом отдыха. Мы расспросили спасателей о том, какие ЧП происходят чаще всего и как их избежать. И в прямом смысле слова горячие точки Самары репортаж Валерии Макаровой. На один день в Самару все-таки пришло похолодание. Длилось оно, впрочем, недолго. Уже завтра температура повысится до 32 градусов. Жаркий воздух идет к нам из самой Турции. В ближайшее время, неделю, наверное, мы не ждем ослабления жары. В отдельные периоды местами могут быть локальные дождики грозовые. Но, в общем-то, это будут единичные случаи. То есть хорошего дождя нет. Август бьет все температурные рекорды. Сейчас в Волге 24 градуса, выше, чем в прошлом году. А среднесуточная температура воздуха превышает традиционные показатели сразу на 12 градусов. От жары Самарты спасаются в первую очередь на пляже. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба. Повнимательнее следите за своими детьми. Простые правила, которые сберегут нервы и даже жизнь, спасателям приходится напоминать каждый день. На полевом спуске, рассказывает спасатель Алексей Феклов, за лето сталкивались и с солнечными ударами, и с потери детей. Были и случаи утопления из-за алкоголя и неосторожного поведения в воде. Оказана помощь непосредственно на воде. Это семи человек. Это один ребенок, двое 18-летних парней, у них ногу свело в воде. Ну и там уже в окольгольном опьянении мужчина. Ну вообще часто приходится сталкиваться с алкоголем? Ну с алкоголем каждый божий день, тут почти каждый второй. Ну а тем, кто вынужден постоянно перемещаться по городу, не имея возможности освежиться в воде, стоит придерживаться определенного дресс-кода. Шляпа, очки и светлая одежда. В жару вещи первой необходимости, а еще лучше, если под рукой у вас будет бутылочка воды. Врачи и спасатели в один голос говорят, что причина несчастных случаев в такую погоду – пресловутый человеческий фактор, который, впрочем, легко исключить, если следовать элементарным советам и внимательно относиться к своему здоровью. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Трагическая статистика. В Самаре участились случаи падения детей из открытых окон многоэтажек. Каждый день в больницу поступают малыши с травмами. Часто дети, глядя в окно, опираются на москитную сетку, которая не зафиксирована и вместе с ней выпадает. У многих диагностируют тяжелую черепно-мозговую травму. Нередко она сочетается с повреждениями легких, разрывами внутренних органов, с кровотечением. Бывает, что такие падения закачиваются и гибелью ребенка. Врачи предупреждают, если ребенок упал с высоты, ни в коем случае нельзя его поднимать или переносить до приезда скорой помощи. Единственное, что могут сделать родители, это проверить, дышит ли ребенок и обеспечить или восстановить дыхание, например, сделать искусственное. Но в первую очередь, конечно, нужно сделать все, чтобы несчастного случая не произошло. Жарко на улице. Я понимаю, что вы открываете окна, чтобы проветрить квартиру. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш ребенок не может самостоятельно залезть на подоконник и облатиться на сетку. И не показывайте им такого примера, не подводите к сетке. Еще раз прошу, весь август будет жарким, по прогнозу сентябрь будет жаркий. Пожалуйста, обратите на это внимание и сделайте все, чтобы ваши дети были в безопасности. Шумные гости, от которых не знаешь, куда и деться. Жители улицы Тракторная жалуются на непрекращающийся перед их окнами поток грузовиков. Помочь людям пытаются члены Общероссийского народного фронта вместе с полицейскими и представителями профильных департаментов. Павел Баймаков тоже разбирался в проблеме. Грузовик за грузовиком. И так говорят местные жители день и ночь. За последние два года поселковая дорога превратилась в загруженную трассу. Ходят машины, которые возят песок. Они ходят мимо нас. Когда машина едет, она по всей вероятности же машина большая, они вот до такой степени, бом-бом, весь дом трясется. Ну хорошо это днем, но это еще и ночами. Я вот пенсионерка, муж пенсионер. И поэтому нам приходится даже ночью не спать. Большая часть грузовиков едет через поселок на площадку за песком. Возвращаются, естественно, огруженные. С допустимым весом или нет, непонятно. Тут раньше были, вот в этом доме был конский двор. Сюда приезжали на лошадях. Тут все один конский навоз внизу. Здесь у нас проходит водопроводная труба. Она в год 4-5 раз все время прорывается. Потому что тяжелый транспорт давит на почву. Кроме того, говорят жители, из-за интенсивного движения на улицу страшно отпустить детей. Представители Общероссийского народного фронта предложили пока решить часть проблем. Первоначально должно быть установка ограничительных знаков. Это по тонажу, это по скорости движения. Обязательно должно соблюдаться время. Мы должны исходить при решении таких вопросов из социальной значимости каждого жителя, который здесь проживает. А не просто так, вот у нас есть, давайте это использовать. И не вникаясь совершенно в то, что здесь какой грунт, какие дома. Наряду с представителями ОНФ в выездной встрече приняли участие сотрудники госавтоинспекции, представители городских профильных департаментов и областного министерства транспорта. Предложения звучали прямо на месте. Проблемы можно решить, я думаю, что организации подъезда альтернативного, в долгосрочной перспективе, я считаю, нужно разрабатывать проект планировки территории и планировать к данной площадке дорогу, которая будет идти в объезд массива. Жителям пообещали в течение семи дней сообщить, как будет решаться проблема. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Вместо грязного асфальта и прилавков, тротуарная плитка и лавочки для отдыха в Самаре продолжается борьба с несанкционированной торговлей. В стихийной рынке в Октябрьском районе, пусть их и немного, головная боль властей. На улице Челюскинцев незаконная торговля идет годами, продавцов гоняют, они вновь возвращаются. Но скоро этому придет конец, уверяет в отделе потребительского рынка. Марианна Мирная продолжит. Мусор, коробки, пищевые отходы, антисанитария много лет царит на улице Челюскинцев. Вместе с пенсионерами, которые продают выращенные своими руками ягоды, фрукты и овощи, соседствуют и нелегальные предприниматели, которые поставили здесь грузовики и киоски. Нам надоел этот рынок, постоянно угроза жизни. Тут машины стоят несколько рядов. Вечером весь мусор сваливают здесь, вот с обратной стороны. Живут бомжи и просто даже вот угроза жизни. Самара готовится принимать чемпионат мира по футболу. Городские власти намерены искоренить стихийную торговлю. Решить проблему быстрее поможет реконструкция этой территории. Проект бульвара Челюскинцев уже готов. Здесь будут ликвидированы все незаконные объекты потребительского рынка. Видите, киосках их пять штук. И будет ликвидирована незаконная лоточная торговля. В целом бульвар приобретет совсем другой внешний вид. Будет зона отдыха, лавочки. Так как район один из центральных и находится, естественно, на гостевых маршрутах, на линии реконструкции Новосадово и Московского шоссе, здесь ситуация более-менее неплохая. С середины сентября должна начаться реконструкция этого места. И оно должно превратиться в бульвар. По сути, сделано будет так же, как внизу Челюскинцев, в направлении Волги. В Октябрьском районе на сегодняшний день 107 незаконных объектов потребительского рынка. Подобные точки, как на Челюскинцев, есть и в районе оврага подпольщиков, и возле больницы имени Пирогова. До конца года все их демонтируют. Пенсионеров же, которым положены бесплатные ряды, переместят в другое место. Но так, чтобы пожилым людям было комфортно до него добираться. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. О том, что принес этот вторник в расстановку сил рубль-доллар, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть снова подскочила. За один баррель марки Брэн дают 48 долларов 58 центов. А доллар по-прежнему несет потери, хоть и небольшие. На 17 августа Центробанк установил курс доллара США на отметке 63 рубля 95 копеек. Евро 71 рубль 96 копеек. Золото стоит 2764 рубля, серебро 41 рубль 8 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 62 рубля 62 копейки, дороже всего продавали за 66 рублей 99 копеек. Банк России считает невозможным повторение дефолта 98 года. Эксперты с уверенностью заявляют, сейчас российская экономика более устойчива к шоку. Тольятинский автоваз, который вышел из корпоративного отпуска, на московском международном салоне 24 августа представит сразу 19 моделей. На этом все. Удачи в делах. Областная избирательная комиссия утвердила порядок размещения партии в бюллетене на выборах депутатов Самарской губернской думы. Жеребьевка прошла по всем правилам. Впервые для этой процедуры применили лототрон. Сначала представители партии определились с очередностью участия в жеребьевке, а затем достали по одному шару с номером. В итоге места распределились так. Под номером один в бюллетене разместился КПРФ, вторую позицию займет Яблоко, третью гражданская платформа, под четвертым номером Коммунисты России, Справедливая Россия под пятым, ЛДПР под шестым, Единая Россия с седьмым номером, восьмую позицию занимает партия Роста. Что же касается бюллетеней для голосования по одномандатным округам, в них фамилии кандидатов будут написаны в алфавитном порядке. Все прошло достаточно четко, замечаний, как вы видели, от участников жеребьевки не поступило, достаточно оперативно было принято решение. Поэтому на следующем заседании мы уже утвердим непосредственно форму избирательного бюллетеня именно в том порядке, в котором сегодня распределились избирательные объединения. А теперь коротко о других темах дня. Металлическая пластина на дороге стала причиной ДТП в Ставропольском районе. Авария произошла на трассе М5 Урал. По данным ГИБДД, неустановленный автомобиль наехал на пластину, после чего она отлетела в Рено Логан, который ехал позади. Пластина пробила лобовое стекло и попала в пассажирку, находившуюся на заднем сидении. Женщина 50-го года рождения получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Самарские полицейские прикрыли нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Он располагался на складе в Ставропольском районе. Оперативники обнаружили и изъяли более 31 тысячи литров спирта, содержащей жидкости, находившейся в полимерных канистрах объемом 10 литров. А также почти 5000 готовых к реализации стеклянных бутылок с алкогольной продукцией, коньяком и водкой. Предположительно, к совершению преступления может быть причастен житель Калуги 66-го года рождения. Он задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы. За неприличную рекламу ответят. Федеральная антимонопольная служба признала факт нарушения рекламного законодательства со стороны строительной компании. Основанием для рассмотрения рекламы послужило обращение жительницы Новокуйбышевска. Возле своего дома на улице Молодогвардейской она увидела рекламу, в которой присутствовало нецензурное выражение. Комиссия Самарского Уфас России признала рекламу ненадлежащей. За дерзкий маркетинговый ход фирме грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей. Танцы, шашки и футбол. Так, в промышленном районе Самары отметили День физкультурника. На площадках в сквере Родина можно было изучить сразу несколько видов спорта, в том числе и современные. Мастерству молодежи удивлялась Валерия Макарова. Сальто назад и вперед, с места и в движении. Паркур в Самаре появился не так давно, 10 лет назад, но покорил сердца многих парней. Для них это и спорт, и искусство. Я начал заниматься в 13 лет. Для меня это было что-то нереальное. Просто посмотрел разные фильмы, там, как «Ямакаси», «13 район». Мне это просто вскружило голову. Я решил, а почему? Я что, хуже, что ли? Я хочу тоже научиться. И начал протисковать. Спортивный праздник в промышленном районе удивляет своим разнообразием площадок. Футболисты до матча разминаются не на поле, а за партией в шахматы. Рядом показательные выступления по спортивным танцам. Они развиваются, развиваются физически, развиваются умственно. Я тебе вспомню девиз древних. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть быстрым – быстрым – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Любой мальчишка, девчонка, они же смотрят. Кто-то, однозначно, кто-то вот с сегодняшнего праздника захочет тоже пойти заниматься либо в спортивные танцы, либо там в ушу, в каратэ. Это практика жизни. То есть ее вообще никто не отменяет, это работает. Наглядный пример. Спорт-праздник прошел под девизом «Спорту да, наркотикам нет». Для тех, кто болен спортом, на нездоровые зависимости времени просто нет. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Тему здорового образа жизни продолжит наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Владимир Яковлев во вратарской рамке играл в 17 лет. И все это время за один клуб – Куйбышевский СКА. Абсолютный рекорд по продолжительности выступления за одну команду. Неоднократно Яковлев становился лучшим галкипером советских и международных турниров. Сегодня Владимиру Сергеевичу 70. Он по-прежнему приходит на родную ледовую арену ЦСКА ВВС. Посмотреть, как тренируется и играет его команда мастеров. Это действительно легенда вратарского искусства, потому что раньше в вратаре не было учебных пособий. В вратаре учились друг у друга. Обладал надежностью, хорошей реакцией. Умел, очень прилично читал игру. На него злились нападающие, иногда прессинговали, жестко играли с ним. Владимир Яковлев – вратарь от бога. На него ходил смотреть весь спортивный Куйбышев. Билеты спекулянта продавали втридорога. Тем не менее, свободных мест не было. Зрители стояли в проходах. Особый интерес вызывала его игра у начинающих и молодых вратарей. Они ловили каждое его движение и старались в своих играх применять его секретные приемы. Я бы стеночку, наверное, как вот стеночку, вот, с шестиками. Да, вот это я сам придумал, наверное. Может, без меня, может, давно, даже дарами я придумал стеночку. Сначала не получалось, заранее ложился, меня калибрался. А потом уже говорят, ты что, потому что родился, ловишь, 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 ловишь. Хороший парень и уникальный статист хоккейных поединков. Это тоже про Куйбышевского голкипера Владимира Яковлева. На память он помнил все голые фамилии бомбардеров соревнований. Против него играли такие звезды советского хоккея, как Фирсов, Петров, Харламов и Третьяк. Он выходил на лед и творил чудеса. Такие, как вот, я хочу сказать, игра с ЦСКА показательная. Там они два периода не могли заброситься никак. Потом уже подустал, видать. Ну, возраст берет свое. Вот. Пропустил. Три, мы проиграли. Один-три, достойный. Куйбышевского вратаря пытались перекупить многие команды большого советского хоккея. Особенно за ним охотился столичный ЦСКА. После одной из товарищеских встреч Владимир Яковлев мог сменить клуб военных летчиков на армейский. Но остался. Я однолюб, признается юбиляр. Как в жизни, так и в хоккее. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова